Все преодолимо доказали первоуральцы с ограниченными возможностями. Праздник для них устроили в Доме спорта, а его посетители проявили себя на соревнованиях. В числе участников два колясочника Павлу Поповиченко и Сергею Смирнову помогли добраться до стадиона волонтера Первоуральского металлургического колледжа. Забраться по пандусу колясочникам Сергею Смирнову и Павлу Поповиченко помогают волонтеры. Мужчина они сопровождают от дверей квартир до стадиона «Уральский трубник». Зимой без помощи добровольцев даже небольшой подъем для инвалидов становится непреодолимым препятствием. Так как мы находимся постоянно дома зимой, и каждая поездка куда-то, это, конечно, для нас принять большое удовольствие на каких-то соревнованиях, на каких-то конкурсах, куда-то выехать из дома. Чтобы Павел Поповиченко и Сергей Смирнов смогли встретиться со своими знакомыми и друзьями, администрация Первоуральска выделила транспорт. В спортзале для людей с ограниченными возможностями устроили настоящий спортивный праздник. Дартс, метание колец, боулинг, йога. Теперь плечики отминаем наверх вдох, на выдохе назад отходим. На протяжении двух часов добровольцы не оставляют своих подопечных. Эти шестеро молодых людей – волонтеры Первоуральского металлургического колледжа. Сотрудничают с обществом «Красный крест» и центром «Осень». Виталий Кириллов помогает нуждающимся уже год. Признается, это дело для него стало особенным. Нам на неделю написали, что надо помочь колясочникам, что будет такое соревнование. Я сразу согласился, так как колясочники сейчас нуждаются не в помощи нашей. У Роберта Халитова ДЦП, но для него это не препятствие к спорту. Вот уже 18 лет Роберт занимается тяжелой атлетикой. Он сам тренер, ведет занятия по физической подготовке в спорткомплексе «Уральский трубник». Я поучаствовал сейчас в «Кольцебросе» и в «Дарсе». Ну, несложно, это простые упражнения, как бы. Несложные. Все в пределах доступности. Спортивный праздник в Доме спорта приурочили к декаде инвалидов. Здесь собрались почти сотни людей с ограниченными возможностями. Они преодолевают себя, занимаются физической культурой, спортом. У нас вот занимаются они в группе здоровья, пауэрлифтингом. И то, что они предоставляют достойно город Первоуральск на областных и всероссийских. По официальной информации, в Первоуральске проживают более 10 тысяч инвалидов. Для них в городе делают все возможное, чтобы они могли жить полноценной жизнью. Активно реализуется программа «Доступная среда». Появляются пандусы в больницах, социальных учреждениях, спортивных объектах. Ведутся переговоры, чтобы по городским улицам курсировали специальные низкопольные автобусы. Юлия Томилина, Александр Захаров. Хроника дня.